Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на время ведьм. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Последний охотник на ведьм 2015 года Современный мир скрывает множество секретов, но самым удивительным из них является то, что ведьмы до сих пор живут среди нас. Эти злобные, сверхъестественные существа, чья цель – наслать на мир смертоносную чуму. Армии охотников на ведьм сражались с ними на протяжении многих веков. В наши дни остался всего лишь один охотник на ведьм – Колдер, которому однажды удалось убить всемогущую королеву ведьм. Но Колдер еще не знает, что королева воскресла и жаждет отомстить своему убийце. Седьмой сын. 2014 год. Рассказ в фильме пойдет про парня, который так уж вышло, стал седьмым сыном седьмого сына, а только такой человек может стать ведьмаком. Но это недостаточно, чтобы именовать себя так. Необходимо пройти массу тренировок, а также усердно учиться. Ведь главное оружие ведьмака – это его ум. Хоть в народе их и не любят, но кто-то же обязан убивать нечисть, хранить землю от сил зла и делать всю эту грязную работу. Юный Том Уорд попробует стать тем самым учеником ведьмака. Охотники на ведьм. 2012 год. Едва не погибнув в лапах ужасной ведьмы, Гензель и Гретель стали только сильнее. Одержимые местью, они ведут отчаянную борьбу со злом, даже не подозревая, что их поджидает нечто куда более опасное – собственное прошлое. Легион. 2010 года. Бог окончательно разуверился в человечестве и послал ангелов смерти стереть свое творение с лица земли. На защиту людей встал лишь архангел Михаил, объединив под своим командованием горстку изгоев, которые в закусочной посреди пустыни терпеливо ожидают рождения мессии. Железный рыцарь. 2010 года. В XIII веке рыцарь Ордена Тамплиеров защищает Арчестерский замок от тирании короля Иоанна. Соломон Кейн. 2009 года. По мотивам рассказов Роберта Ирвина Говарда. Соломон Кейн – английский солдат XVI века, который осознал, что его бесчеловечные и жестокие поступки навечно прокляли его душу. Вознамерившись искупить свои грехи, Кейн клянется жить в мире и добродетели. Но когда на землю вступают темные силы, ему не остается ничего, кроме как дать бой. Константин. Повелитель тьмы. 2005 год. Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. Родившись с неугодным самому себе талантом, полностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли, он снова оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад, тщетно надеясь на обретение спасения путем сражения с земными ставленниками зла. Ван Хельсинг. 2004 год. Глубоко в Карпатах лежит таинственная страна Трансильвания, мир, в котором зло встречается на каждом шагу, мир, в котором опасность живет за ходом солнца, и где монстры, живущие в глубине человеческих кошмаров, обретают форму. В этот мир попадает легендарный охотник на чудовищ Ван Хельсинг, рожденный на страницах романа Дракула Брэма Стокера. В своей непрерывной битве против сил зла и за освобождение мира от порождения ада, Ван Хельсинг, по заданию секретного общества, отправляется в Трансильванию, чтобы скрестить оружие со смертельно опасным, наделенным неведомой силой графой Драковой. На помощь ему внезапно приходит бесстрашная Анна Валери, поставившая целью избавить свою семью от векового проклятия, наложенного убитым вампиром. Сонная лощина, 1999 года Нью-Йорк, 1799 год Икаборда Дгрейна, молодого констебля, отправляют в местечко Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что убийца приходит с того света, что в преступлениях замежены ведьмы и некая нечисть. Всадника нельзя убить пулей, всех смертчаков он побеждает в схватках. Но каковы мотивы злодеяны? Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!